Семья Тропыниных живет в первом доме на улице Зеленой. Это рядом с дорогой, возле которой идет линия защитного сооружения. Когда объявили о небывалом подъеме, вывезли имущество, животных определили в приют и к родне, а Константин с супругой взяли отпуск без содержания и стали помогать. Честники ночью дежурили здесь, чтобы костер, дров поблизости не было. Вчера еще два матраса им привез, чтобы они на мешках холодных не сидели. Они обрадовались. С работы люди приезжали с города, когда еще доступ был, проезд, и мы нагревали эти мешки. Свет отключили мы с фонариками. Маленькая Анюта тоже вносила свой вклад в общее дело. Насыпала песок в мешки, которыми укрепляли дамбу, и разносила работникам горячий чай с бутербродами. Было жалко людей. Да и плюс, мне нравится помогать людям и делать добрые дела. У семьи Кондратенко в деревне есть небольшой магазин. Закрывать не стали, чтобы все, кто не уехали, могли купить хлеб и необходимые товары. А еще супруги помогали в качестве волонтеров. Мы начали собирать молодежь. Муж собрал парней наших деревенских, он у нас депутат здесь в деревне. Мы собрались и начали работать сами, укреплять тоже дамбу. Женщины резали пленку, мужчины у нас мешки, опускали все. То есть укрепляли полностью дамбу первое время, первые дни. Потом поняли, что надо еще и есть в это время. Я начала готовить. Аслан Мустафин в паводок временно остался без работы. Трудился трактористом в Плешково, куда дорогу отрезало водой. Свои профессиональные навыки применил на укреплении дамбы. Когда укреплили дамбу, начались дежурства. Обходить дамбу, смотреть за водой, как прибывает, убывает. Но когда убывает, это было очень хорошо. В Большом острове проживают около 200 человек. И в нужное время большинство вышли на борьбу со стихией. Не надо было никого собирать. Только напишешь, необходима помощь, все. Тут же сразу люди собирались, чтобы отстоять от стихии свой дом. Возле Большого острова уровень воды понижается, но расслабляться рано. На северо-западной стороне населенного пункта продолжаются работы по укреплению основания защитного сооружения. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.